В эфире выпуск новостей в студии Илья Лопушенко. Здравствуйте, говорим о главных событиях к этому часу. Подробности далее. Четыре человека погибли этой ночью в ДТП в Судогодском районе. По предварительной информации следкома, виновником трагедии стал водитель микроавтобуса, который заснул за рулем. Авария произошла около трех часов ночи. Микроавтобус «Мерседес Спринтер» врезался в припаркованный на обочине большегруз «Сканя» с полуприцепом. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В результате ДТП погибло четыре человека и шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем. На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты СК России, проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие ДТП. Пассажиры доставлены во Владимирскую больницу скорой медицинской помощи. Один из пациентов от госпитализации отказался. Еще пятерым медики в течение дня сделают операции. У пострадавших в аварии множественные переломы. Они в рабочем состоянии не вызывают опасения в плане летального исхода. И два больных, два пациента, к сожалению, находятся в реанимационном отделении. Оба они тяжелые. Просто один пациент, это вот, видимо, водитель с множественными переломами, он тяжелый. И пациентка крайне тяжелая, которая на сегодняшний день вызывает сомнения в благоприятном исходе. По словам медиков, пока прогнозы строят преждевременно. Последствия повреждений, полученных водителем микроавтобуса, могут проявиться только спустя несколько дней после аварии. Поэтому правоохранителям объяснили, что дать показания он сможет только после перевода из реанимации. В Рио главы региона Александр Авдеев взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим и принес свои соболезнования родственникам погибших в ДТП. И еще одно ДТП с пострадавшими. Накануне в Коврове 19-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух школьниц. По факту аварий в полиции возбудили уголовное дело. На видео хорошо видно, что водители притормаживают перед зеброй, а Ford Focus несется с большой скоростью, пересекает сплошную и перестраивается в левый ряд, после чего сбивает пешеходов. В ДТП пострадали две 12-летние девочки, которые учатся в школе неподалеку от места аварии. Одну из них, как сообщают очевидцы, увезли в больницу, ее состояние тяжелое. Вторая лечится дома. По данным полиции, 19-летний водитель получил права год назад. Свидетели аварии утверждают, что молодой человек был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Продолжаем выпуск. 299 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в нашем регионе за сутки. Число инфицированных превысило 59,5 тысяч человек. Владимирская область не вошла в топ-10 наиболее проблемных по эпицитуации регионов России. Поэтому увеличивать продолжительность нерабочих дней, которые объявил президент, дали право губернатору. В Рио главы региона Александр Авдеев заявил, что по этому вопросу окончательное решение будет принято до конца недели. Что касается закрытия детских организаций школ, то у нас такого предложения нет на сегодняшний день. Как будет складываться ситуация после вот этих каникул, ну не каникул, а нерабочих дней, будем смотреть по ситуации, по статистике. Это не значит, что мы должны воспринимать это как дополнительный отдых. Мы рекомендуем все-таки это дело соблюдать режим самоизоляции. То есть по возможности детей, конечно, надо держать дома. Главная задача антиковидных выходных – значительно снизить число инфицированных. Уже сегодня в больницах Владимирской области развернуто 2255 специализированных коек. И это максимум с начала пандемии. При этом почти 91% ковидных мест заняты тяжелыми пациентами. Каждый терапевт участковый работает также с громадной нагрузкой. За смену на прием он осуществляет осмотр и прием от 40 до 50 человек. И при этом еще нужно обслужить 45 вызовов. То есть в 11 часов вечера эти врачи возвращаются в лечебные учреждения, садятся на кушетки, чтобы немножко передохнуть. И потом возвращаются в свои кабинеты, чтобы все это оформить в электронном виде. Снизить нагрузку на врачей и бригады скорой помощи должна массовая вакцинация от ковида. В регионе сегодня созданы для этого все условия. Тем не менее, в сутки во Владимирской области прививку делают всего 1650 человек. Этого в сложившейся эпидситуации катастрофически мало. Чтобы достигнуть коллективного иммунитета, каждый день прививаться должны около 5000 жителей региона. И к другим темам. Жители села Новгородское Суздальского района страдают от нашествия бобров. Грызуны построили плотину, превратив местную реку в болото. Но главное, животные запрудили трубу, которая проходит под единственной дорогой в село. В результате трасса регулярно подтопляется. Если не принять срочные меры, отрезанными от большой земли могут остаться больше 100 семей. Ситуацией разбирался Игорь Липский. Для местных жителей эта процедура уже стала привычной. Люди вынуждены сами расчищать единственную дорогу до села от огромных веток. Лопатые виллы есть в каждом дворе. Давай, это слабо, это руками что-то возьми. Жители Новгородского говорят, бобры поселили здесь пять лет назад. Грызуны не только организовали запрудие, но и перекрыли трубу, через которую с дороги уходит вода. Ее надо поднять, а всего лучше положить новую, потому что она в трех местах уже обрушилась. И поднять немножечко, и все это завалить. Нужен трактор, экскаватор, руками мы ничего не сделаем. Люди считают, что совсем скоро из-за бобров дорогу затопит. В худшем случае без единственной переправы могут остаться 100 семей. Если вот сейчас эта дорога, это у нас артерия нашей жизни. У нас не будет ни скорой, у нас ни пожарная, у нас автолавка. Тут все-таки мы, пускай не много, но мы пенсионеры. Мы заработали. Дорога буквально сползает в болото, все полотно усеяно ямами. У Анастасии Киселевой два ребенка старше, пошел во второй класс. Второму нет еще и года. Молодая мама говорит, дорога до школьного автобуса каждый день превращается в настоящее испытание. Проблематично здесь не только ходить пешком, но и с коляской. Вот если кто-то, например, работает, там с пяти, шести утра начинает работать, это вообще еще сложнее. То есть проводить некому, а дороги очень плохие. У нас один ребенок здесь даже ногу сломал. Раньше, по словам местных жителей, бобры обитали только в начале села, рядом с рекой Акулинка. Позже от нее не осталось даже ручья. Бобрам пришлось экстренно искать место для нового дома. Сейчас уже там не реки, там даже одно болото, даже нет ручейка. Посмотрите, обвалены деревья. Люди говорят, что они не против поселения бобров, но их деятельность уже давно вышла за рамки. В региональной госохотинспекции сообщили, что с 1 октября в регионе стартовал сезон охоты на этих животных. Все разрешительные документы охотникам уже выданы. На территории села Новгородское по последней переписи зарегистрировано 64 особи бобра. Но грызунов можно отвадить от дороги и без отстрела. Вообще по бобру нет федерального норматива максимально допустимой численности. Если бобры доставляют какие-то неудобства внутри населенных пунктов, то в первую очередь проводится благоустройство территории. Убирается ивняк, убирается кустарник, который является кормовой базой. Местные жители не один год просят администрацию Суздальского района прислать в село экологический десант. Но ситуация так и не изменилась. Мы связались с чиновниками, курирующими сферу ЖКХ района. Там ситуацию в селе Новгородском назвали некритической. От разговора под запись отказались. Но сообщили, что дорогу внесли в план по благоустройству, но без конкретной даты. Игорь Липский, Вячеслав Сноровкин и Сергей Власов. А в Собинке жители района Большие Сокольники жалуются на незаконный слив канализации в Клязьму. Это подтверждают и очевидцы из соседней деревни. Отходы попадают и в местную речку Ундалку. Люди жалуются на грязь и зловоние из водоемов. Местные жители просят чиновников решить проблему уже больше 15 лет. Они написали десятки обращений в администрацию Собинского района, но получают лишь отписки. Людям сообщают, что на строительство или ремонт очистных сооружений в городе Лагинске нет средств. В администрации района есть проект, который они подготовили. Они хотят соединить Лагинск, Воршу и подсоединиться к Собинке. Но я считаю, что городские канализации этого не выдержат, такого напора. И нужно просто делать новые очистные в городе Лагинске. Я уже обратился в межрегиональное управление Росприроднадзора и Департамент природы пользования окружающей среды, чтобы они разобрались в этом вопросе, почему сливается незаконно. Все подробности об экологической проблеме в Собинском районе смотрите сегодня в итоговом выпуске новостей в 19.00. В сквере у Дворца детского и юношеского творчества на улице Мира завершается демонтаж пришедших в негодность тротуарных плит. В рамках благоустройства территории рабочие прокладывают прогулочные аллеи, устанавливают систему уличного освещения, а также обустраивают территорию будущего детского городка и спортивных площадок. Подрядчиком выступила компания «Владавтодор». По условиям контракта до 15 ноября рабочие должны заасфальтировать аллеи и площадку возле ДТЮ. Кроме того, планируется отремонтировать прилегающую проезжую часть. До 15 мая 2022 года подрядчик также обязан уложить прорезиненное безопасное покрытие на территории будущего детского городка. Благоустройство сквера возле ДТЮ финансируется из муниципальной казны и внебюджетных средств. В мэрии пояснили, работы на объекте спланированы так, чтобы сохранить все здоровые деревья. Этот вопрос находится на контроле руководства управления по охране окружающей среды администрации. Принято решение в следующем сезоне установить там, ну, детский городок, будем так говорить, установить несколько игровых комплексов для детей разного возраста. Сейчас, сегодня, в этом году проводится предварительная работа по подготовке площадки к дальнейшему благоустройству. Что это за работа? Это прокладываются дорожки, самосевная порсаль высаживается, ну, какая-то планировка идет будущего участка. Значит, в ходе работ ни одно дерево, здоровое, хорошее, живое, вырублено не было. И к другим новостям. В центре ИЗО открылась выставка по следам Владимирской Руси. В экспозиции представлены полотны живописцев из разных городов региона, в том числе из Суздаля и Гроховца. Есть на выставке и работы признанных мэтров в мире искусства. Все подробности расскажут мои коллеги. 70 полотен двух десятков живописцев. В основном реализм и графика. Есть и необычные работы. Например, эта пастель создана на наждачной бумаге. Уникальный стиль работ представлен на картинах Александра Волкова. На своих полотнах он изобразил любимые художникам Суздаль и Боголюбова. Он дружил с Петром Диком и ему очень понравился вот этот стиль, пастель на наждачной бумаге. То есть материал такой интересный, необычный. И, собственно, он эту пастель впитывает по крупинкам и создается такой эффект 3D, скажем так. А это пейзажи напоминают легендарные левитановские полотна. Автор картин – преподаватель детской школы искусств из Гроховца Валерий Сафронов. Педагог вырастил немало молодых талантов. Его работа отличает теплый мягкий реализм и трогательная лиричность. Стиль Валерия отличается от работ других художников. Картины автора в центре ИЗО выставляются впервые. Мы на этой выставке видим многих художников, которых в Владимире вообще никто не знает. Поэтому это очень интересно и в Владимирской публике, и самому художнику. Мы даем возможности выставиться в самом крупном областном выставочном зале. Как мы себя позиционируем, мы все-таки областной, который может принимать выставки сейчас любого уровня, и всероссийского, и регионального. Среди участников выставки есть полотна известных художников. Это «Морозное утро» Александра Осинина. Его работы представлены даже в Третьяковской галерее в Москве. А это уникальная графика – шедевры Александра Ярошова. Это крещение Руси, первые русские святые. А это самые известные русские святые – Александр Невский, Дмитрий Донской. Соответственно, с чего началось и чем продолжилось? Ну, вот сам Владимир. Ну, естественно, археологический материал, монета Владимира, золотник. Каждая картина Александра Ярошова, как драгоценная книга. «Владимир святой», «София Суздальская». На полотнах запечатлены важные моменты из жизни легендарных личностей. Мастер уделяет большое внимание достоверности исторических фактов. Механически просто вот сесть и покрыть лист штриховкой, да, ну, месяц. А сбор материалов и выстроение композиции, саму идею, у меня бывает до полугода уходит. У меня большее затруднение – это сбор материалов исторического. То есть, чтобы это было всё достоверно, чтобы это всё было вот чётко, если там изображена монетка, значит, это монетка вот того времени, той чеканки, той местности и так далее. На выставке представлены картины с пленеров. На своих полотнах художники увековечили живописные уголки Малой Родины. И здесь вошли те работы с пленеров, которые, собственно, проводились у нас во Владимирской области. Это был Гороховецкий пленер, это был Суздальский пленер и Владимирский пленер. Это ещё не все картины, которые вошли в этот проект. Поэтому у нас будет продолжение и будет выставка, и оставшиеся картины мы также покажем. Это выставка – проект Владимирского отделения Творческого союза художников России. Экспозиция в центре ИЗО будет работать до 14 ноября. Алексей Дудин, Лариса Янковская, Вячеслав Сноровкин. На этом у меня всё. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если вы хотите стать героем нашего репортажа, у вас есть интересная история, или вам нужна помощь, то звоните по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир в 19.00.